Внешне этот Toyota Highlander производит впечатление прожорливого авто, и бывалые автовладельцы могут только поморщиться, прикидывая, каков такой расход топлива. 12-14 литров на 100 километров. Надпись сбоку «Гибрид» знающим все сразу объяснит. На самом деле этот Highlander экономичнее привычных нам BMW или Kia, потому что этот автомобиль гибридный, сочетающий в себе достоинства сразу и электромобиля, и обычного авто с двигателем внутреннего сгорания. На СТО автоцентра «Флагман» эту Toyota с минской пропиской привела проблема – перестала заводиться. Специалисты в течение двух часов установили суть проблемы, устранили ее, а также выполнили диагностику и подсказали владельцу, на что еще стоит обратить внимание. Автоцентр «Флагман» в Гродно – первый и единственный в регионе, где сертифицированные специалисты международного класса работают с гибридными авто. К слову, многие до сих пор опасаются присматриваться к гибридным авто, поскольку не уверены, что такие машины справятся с привратностями белорусской погоды. Испытания циклонами, что кружат этой зимой над Гродно, показали – электрокары и гибриды в морозостойкости дают обычным авто фору. В данный момент при этих морозах, были 20-ти градусные морозы, гибридный автомобиль очень легко заводится. К нам привезли массу автомобилей на эвакуаторе дизельных, бензиновых в том числе, которые не могли завести с мороза. Гибридный автомобиль, так как у него повышенные обороты пусковые, он легко заводится и вообще никаких проблем с запуском не было. Все равно будущее за этими автомобилями, никуда от этого уже не деться, и их будут массово завозить, и уже завозят, и мы чувствуем даже по посещению владельцев гибридных электрических автомобилей в нашем сервисе. Александр Ткачук не побоялся и приобрел себе гибридный автомобиль Toyota Prius. Небольшая изящная легковушка его пока только радует – и визуально, и функционально, и экономически. Гибрид ввожу недавно, приобрел полгода назад по рекомендации знакомых. Ну, в целом доволен, за полгода ощутил разницу в расходе топлива. В целом машина нравится. Toyota нравится тем, что машина надежная, не ломается, поэтому по совету друзей приобрел. Пока не жалею, надеюсь, под дальнейшим тоже не буду жалеть. В автоцентре «Флагман» помогут справиться с любой проблемой. Будь то неполадки у гибридных авто, капризы электрокара или барахлящий двигатель у обычного автомобиля. Шиномонтаж, развал схождения, замена фильтров, ремонт двигателя, стоек – в машине всегда есть, что подремонтировать. И в автоцентре «Флагман» знают, как сделать ремонт надежно, надолго и качественно. Кроме того, безупречный сервис выгодно отличает «Флагман» от ремонтников в гаражах. Так, если ремонт автомобилю предстоит небольшой, клиент может подождать в уютной комнате, где кофе, чай или прохладительные напитки ему предложат бесплатно. А также можно будет скоротать ожидания за игрой в приставку или просмотром ТВ. Если ждать придется дольше, то в автоцентре бесплатно вызовут такси для клиента. Предлагается также гибкая система скидок, возможность рассрочки кредитов, лизинговые программы, а также карты VIP-клиентов. Кроме того, в автоцентре «Флагман» постоянно работают над развитием и расширением своих услуг. В самых ближайших планах продажа авто, в том числе и электрокаров. С одной существенной разницей – всю предпродажную подготовку автомобиля автоцентр берет на себя. То есть тот, кто хочет выгодно продать свой автомобиль, может в любом состоянии пригнать его специалистам-флагманам. Здесь авто не просто помоют и пропылесосят, но и произведут весь необходимый ремонт, а также найдут автомобилю нового владельца. Прежний получит выручку от продажи, а сам автоцентр таким образом инвестирует в расширение своей клиентской базы. К 2030 году в Европе прекратится выпуск авто с бензиновыми и дизельными двигателями. Так или иначе, электрокарами или гибридными авто обзавестись придется всем, кто не захочет быть пешеходом. В Беларуси также постепенно развивается инфраструктура для электромобилей. Появляются зарядные станции, а теперь есть, пусть и в единичном экземпляре, специалисты международного класса по работе с гибридными авто. Они помогают автомобилям в автоцентре «Флагман» в городе Гродно по адресу улица Вишневецкая, 1-1. Элна Табудила, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.